Всем прекрасного дня! Сегодня мы с вами поработаем с нашими стопами. Наверное, для тех, кто уже довольно давно занимается своим здоровьем, не будет откровением, что стопы очень сильно влияют на наш организм. То, что у нас происходит в стопах, какие-то смещения, косточки, еще что-то, это идет дальше вверх, сначала к коленному суставу, потом к тазобедренному суставу, уходит в поясницу. Поэтому 5-10 минут в день для ваших стоп могут сыграть решающее влияние на то, как вы себя будете чувствовать, как вы будете ходить, насколько легкой будет у вас походка и вообще, как может измениться ваше движение в целом и стать безболезненным. Поэтому сейчас я вам покажу несколько упражнений, которые можно делать действительно практически везде. В принципе, даже, наверное, в офисе можно немножечко разуться, остаться в носочках и какие-то вещи поделать. Так, начнем мы с того, что станем примерно на ширине тазобедренных суставов, может быть, чуть-чуть поуже. Расслабим пальчики, они у нас не должны комковаться или как-то там не очень удобно для себя стоять. И начнем с того, что мы просто поподнимаем все пальчики вверх и поопускаем вниз. При этом мы стоим ровно, стараемся вниз не смотреть на свои ноги, если это возможно, конечно. Естественно, вначале будет интересно. Но за счет того, что мы еще вытягиваемся вверх через макушку и вниз прорастаем, как будто бы корнями в пол, то у вас просто выстраивается ось лучше. И все движения будут играть немножечко больше, делать больше влияние, скажем так. Поэтому мы поподнимаем вверх-вниз пальчики. Дальше мы сделаем такой, как будто бы веер. Мы начнем двигаться от мизинчика и каждый пальчик опускать вниз и перекатывать их как будто бы немножечко. Потом мы оставим. Все это можно делать буквально по 10-15 раз, каждое из упражнений. Дальше мы оставим большие пальцы на полу и будем поднимать только 4 пальчика вверх и потом опускать вниз. Я сразу скажу, что у меня со стопами были проблемы, особенно во время бега и когда я очень много бегала. Сейчас все выглядит намного лучше, конечно, еще не идеально. Но пальцы у меня, допустим, не расходятся еще так, как хотелось бы. И еще тут, конечно, нужно сказать про обувь, которую вы носите, чтобы она была не тесной хотя бы для начала, чтобы вы могли в обуви, в принципе, расправить все свои пальчики. А дальше мы наоборот будем оставлять все 4 пальца внизу и поднимать большой палец вверх. При этом движении у вас включается вся глубинная линия и вы можете даже почувствовать внутренние мышцы бедра. А дальше наоборот. Мы поднимем пальчики вверх все, а большой будем опускать вниз. И можно просто поразводить пальцы в разные стороны. Можем также поформировать арку стопы. То есть мы как будто бы будем подтягивать, не совсем даже пальцами подтягивать вот таким образом, а подтягивать как будто бы пяточку наоборот к пальчикам, и при этом у нас формируется под стопой такая арка, как будто бы мы наступаем на орешек. Это мы делаем, можно ее назвать, короткую стопу, для того, чтобы у нас хорошо работала пронация и субинация в стопе. На одну ногу можно сделать несколько раз. И дальше на другую ногу. И также можно встать, допустим, в начало коврика, или где-то вам удобно, и просто поползать, скажем так, пальчиками поперебирать. То есть на стопе двигается только все движение, только от стопы и подвигаться вперед. Можно несколько раз пройти туда-сюда, обратно. Дальше достаточно известные уже такие движения. Походить на внешней части стопы сколько-то раз, от 20 до 50, может быть, даже до 100. Потом походить на пальчиках. Дальше на внутренней части стопы. И потом на пяточках. Можно еще также найти какое-нибудь небольшое полотенчик, попробовать его позахватывать, поподнимать наверх. Потому что это... Сейчас попробую, если получится. Потому что вы удивитесь, насколько ваши стопы немобильны, насколько они не могут что-то схватить. Ну, еще с полотенчиком, ну вот, вот таким образом получается. Полотенчика, конечно, легче хватать. Но в любом случае просто захватом поднять вверх. Дети это делают очень легко. Взрослые, к сожалению, потому как мы очень много времени проводим в обуви. В не самой, наверное, комфортной бывает обуви, не самой полезной для наших стоп. Довольно тяжело сделать. Также мы можем здесь немножечко поработать с отведением большого пальца. Ну, у меня есть такая лента. Можно, в принципе, разные ленты взять. Сейчас, секундочку. То есть вы залезаете пальчиками в эту ленту и разводите, пытаетесь разводить пальцы, чтобы они как будто бы отделялись от остальных четырех пальчиков. Можно еще вверх-вниз также поделать. Но при этом у вас натяжение есть в ленте. И еще один момент. Если у вас есть мячик, у меня мячик достаточно такой твердый, можно помягче мячик взять. Кому как удобно. Мне просто хорошо чувствуется при таком мячике, хорошо чувствуется, что я делаю. И раскатать стопу, начиная от внутреннего края посередине и к внешнему краю. Чем больше, тем лучше. Теперь сделать продольные движения, поперечные, простите, движения. Понаступать на этот мячик пяточной костью, то есть прям пяточкой попроваливаться. При этом другая нога у нас будет сгибаться. Также можно встать на этот мячик, подвигать коленом, при этом не слишком двигая тазобедренный сустав. Конечно же, он будет вращаться снаружи и внутрь, к наружи и внутрь. Но таз у нас будет оставаться неподвижным. И также позахватывать. Мячик у кого-то даже получится, возможно, его схватить и поднять. Но мой мячик еще и тяжелый. Все то же самое повторить на другую ногу. Хорошо-хорошо раскататься. Посмотрите, какая широкая сразу становится стопа. Я знаю, что еще девушки, женщины не очень любят, когда их стопы называют широкими, но в этом случае стопа здоровая. Потому как чем она шире, и чем у нее пальчики больше раскрываются, тем, значит, стопа здоровее. Ну, здесь не будем говорить про плоскостопие. Но, в принципе, этого не стоит бояться. Раскатать во все стороны. Понаступать сверху на мячик. Продавливающими движениями подвигать коленом и позахватывать. Это минимальное какое-то действие, которое вас займет действительно 5-7-10 минут, но оно может улучшить состояние ваших ног и вообще состояние организма в целом. Поэтому, как всегда, я призываю вас попробовать, написать, сделали ли вы, попробовали ли что-то и в комментариях. И хорошего вам дня. Прекрасной пятницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова